Ну что же, йога это занятие для активных людей. Как сказал один индийский мудрец, у вас есть целая жизнь для занятий йогой. Для сильных духов экспериментаторов есть так называемая ход йога. В нашей студии появились специалисты, которые раскроют нам этот термин и даже кое-что покажут. Елена Круглик, как обычно, доброе утро Елена, йога-фитнес-инструктор, эксперт нашей программы и Елена Демешко, инструктор по ход йоге. Здравствуйте Елена. Я вас оставляю с нашими телезрителями, вы все объясните, а потом покажете, да? Договорились. Ну что такое ход йога в двух словах? Это йога в горячем зале, в котором температура от 30 до 40 градусов и влажность воздуха повышена. Это условия примерно как в Индии. Что еще можно сказать, Лен, такого особенного? Ну да, самое главное – это температура и влажность. То есть это другие условия проведения йоги. Это способствует хорошей растяжке, мышцы, связки. Они становятся мягкие, эластичные и очень хорошо тянутся. Но также высокая температура может отвлекать на шум от асан, от выполнения асан. И мы покажем несколько балансов, выходов, как можно из одного баланса выйти в другой и подготовить тело к легкому выходу в шпагат. Начнем? Итак, начнем с чего мы? Как называется эта асана? Что она дает? Хаска-патангуштасана – балансовая асана. Опорная нога левая прямая, правое колено груди. Захват под стопой, носок правой ноги на себя, живот подтянут, спина круглая. И в этом положении можно задержаться на 30 секунд. Ну, мы не будем на 30 секунд задерживаться и сразу покажем, что делать дальше. Далее мы вытягиваем правую ногу, раскрывая колено, тянемся. Опорная нога тоже с прямым коленом. И также задерживаемся 30 секунд. Если в этом положении комфортно, мы локти опускаем ниже голени и прижимаемся к нашей ноге. Отсюда можно сразу же, так же, постояв 30 секунд, можно выйти в воина 3. Корпус в горизонт. Постояв в нем, так же 30 секунд, выходим в асану. Ну, давайте в дерево. Вдох руки. Нога на бедро, либо на голень, но никогда мы не упираемся стопой в колено. Вдох руки через сторону, выдох через сторону и у груди намасте. Постояв в дереве 30 секунд, а также для начинающих это 3-5 вдохов и выдохов. То есть, если вы продышали асану в течение трех вдохов-выдохов или пяти, вы уже ее выполнили. Далее берем все за пальцы ноги и вытяжение вперед. Получается очень хороший баланс, где хорошо протягиваются подколенные связки. Отсюда ногу можно вывести. Так, сейчас, чтобы не залить. В сторону. Ну, потянуть. Отлично. И отсюда, согнув колено, тянем переднюю поверхность бедра и подвздошные, пояснично-подвздошные связки. Отсюда рука вперед для баланса. И выходим. Король танцев. Или на санскрите тасана называется ли она? Подсказывай. Артха Тханурасана. Да. Половинка Тханурасана. Половинка луны, да? Нет? А, нет. Ага. И отлично, постояв в этой асане, можно выйти, встряхнуть ноги, сбросить напряжение и выполнить этот же комплекс на вторую сторону. Далее, берем вспомогательные инструменты. Это у нас сегодня кирпичики. Они будут нам опорой. Левая. Да, левая прямая. Левая прямая, задняя на колени. И выполняем несколько перекатов. Подготавливая тазобедренные суставы и внутреннюю поверхность бедра. И далее можно выполнить хануманасану. Выпрямляем левую ногу. Правую ногу ставим на полупальцы. Стараемся раскрыть грудной отдел. Упираемся в кирпичики. И здесь можно подключить работу на трицепс, на бицепс. Локти прижаты к корпусу. На выдохе опускаем корпус до параллели с полом. Отлично. И таких повторов можно сделать от трех и больше. В каждом наклоне можно задержаться, но на три секунды. Наверное, вполне будет хорошо, если задержишься, хорошо протянешься. И в ход зале здесь это будет очень-очень хорошо, прямо потянется. И шпагат, конечно, в шпагат можно выйти будет гораздо быстрее. И посидеть. А чем еще интересен ход йога? Что заканчивается на очень приятной. Не простой шавасаны. А шавасаны с мокрым полотенцем на голове, с прохладным. На лице. Да, и часть головы тоже можно закрыть, потому что температура высокая. То есть такое полотенце кладется на лицо, и в конце всегда человек, который занимался, должен скушать апельсинку, чтобы восстановить свой уровень сахара в крови. И всегда в ход зал берется вода, потому что обязательно нужно пить и пополнять запас жидкости. И ход зал еще классный тем, что это такой же эффект, как у сауны. Выводятся токсины, шлаки, это очень классно. Но есть много противопоказаний. Прежде чем заниматься хоть йогой, нужно пройти специалистов, проконсультироваться у специалистов. Из основных противопоказаний, наверное, можно перечислить? Перечислим, наверное, несколько скажем. Основные и самые такие. Самые основные – это беременность. Если вы ранее не занимались. Если занимались, то после первого триместра. Также это заболевания сердечно-сосудистой системы, опорно-двигательного аппарата. В обострениях, наверное, опорно-двигательного аппарата. Да, в период обострения, конечно. Потому что так-то, наоборот, оно как бы помогает. Ну и сердечно-сосудистая система тоже. Если в тяжелой форме, то вы и в холодном зале, в принципе, не сможете заниматься с этой проблемой. Вот, сахарный диабет. Астма. У меня целый список. Ой, у меня целый список. Устрашающий. То есть, по сути, все заболевания в обострении – это однозначно нет. Беременность однозначно нежелательна, конечно же. Ну и сердечно-сосудистая система – да, ни в коем случае. Ну это, конечно, не для слабеньких заниматься в зале, где 30-40 градусов жары. Скажем так, это йога для условно здоровых людей. Да. Скажем так. Для тех, кто хочет похудеть, например, опять же, да, очень хорошие комфортные условия. Ну и для тех, кто хочет улучшить эластичность связок мышц. И на самом деле, вот хоть мы говорим, да, порнодвигательный аппарат во время обострения, но очень улучшается подвижность, диапазон движения суставов увеличивается. Растяжка, так называемая. Да, да, да. Спасибо огромное. Вы узнали, что такое ход йога. Ну и, может быть, если заинтересовались, вы теперь знаете, кто вам может помочь. В освоении этой техники. Продолжаем нашу программу.